Продолжение следует... Давайте эти объекты переместим на второй слой. Переходим на него. Взбиваем настройки камеры. Alt-G, Alt-R. Переходим в вид сбоку. Перемещаем камеру так, как нам надо будет. Rotate по X 90. Сейчас нам для риггинга нужно добавить будут кости. Давайте так и сделаем. Shift-S, курсор to selected. Shift-A, арматура single bone. Rotate по X 90 с минусом. Перемещаем вниз. Чуток увеличиваем. Даем имя арматуре. Камера rig. Заходим в режим редактирования Edit Mode. Даем имя костям. Это будет у нас мастер. Бум. Дублируем я. Shift-D. Дублируем. Shift-D. Уменьшаем. Чуток редактируем. Это у нас будет камера bone. Дублируем я. Grab. Зажимаем Ctrl. И перемещаем туда, куда нам нужно. Это у нас будет Jack to bone. Есть. Теперь нам нужно будет сделать следующее. Выделяем эту кость. Выделяем эту кость. Затем самую большую кость. Мастер bone. И нажимаем Ctrl-P. Здесь выбираем Keep Offset. Keep Offset. Это типа сохранить перемещение. Сейчас, если мы перемещаем эту кость, то ничего не будет. Если перейдем в Object Mode, это все передвигается как единая арматура. А теперь давайте перейдем в Pose Mode. И посмотрим, что это нам дает. Выделяем эту кость. И перемещаем. Как мы видим, все перемещается. Вся арматура перемещается. Что сейчас нам нужно еще сделать с этими костями. То есть, по отдельности они перемещаются, просто прикреплены к этой кости. Но, чтобы сделать наш рик полноценным, нам нужно одну кость привязать еще ко второй. Каким образом? Выделяем эту кость. Выделяем эту кость. И жмем Shift-Ctrl-C. И здесь выбираем Track To. В принципе, ничего не изменилось, кроме цвета вот этой кости. Но, давайте ее поперемещаем. Как мы видим, шарнир кости следит за костью, которая называется Track To Bone. Это мы сделали специально, чтобы в дальнейшем прикрепить к этой кости камеру. И камера была всегда направлена на кость Track To. Давайте сейчас это и сделаем. Выбираем камеру. Выбираем кость. Жмем Ctrl-P. Выбираем Bone. Теперь выбираем эту кость. И передвигаем ее. Смотрим, что получилось. Камера у нас следит за костью Track To. Чтобы визуально это сделать более красиво, мы сейчас посмотрим отображение с вида камеры. Ноль. И включим наш куб. Как вы видите, куб у нас появился в камере. Давайте поперемещаем кость. Grab. Как мы видим, камера следит за костью. Что мы еще здесь можем сделать? Мы можем сделать эти кости визуально красивыми. Как это сделать? Просто добавить Shape формы к этим костям. Давайте перейдем на какой-то новый слой. Shift-S. Курсор To Center. Перейдем. Отображение сверху. Добавим какой-то из мешов. Я буду добавлять Circle. Количество сторон, количество вертексов в этом круге можно редактировать с помощью нажатия клавиши T и окна Add Circle. Где можно выбрать его радиус, его количество вертексов и другие настройки. То есть расположение, вращение и режим заполнения. Сейчас тут Nothing стоит. То есть он у нас в принципе не заполнен. Как бы мы ни нажимали Warframe Mode или Shade Mode, он у нас не заполнен. Меня абсолютно устраивает 32 вертекса. Поэтому мы заходим, убираем эту боковую панель и заходим в режим редактирования. Добавляем еще один меш в этот объект. Shift-A, Plane. Его мы сделаем чуть поменьше. Scale. Через Ctrl сделали меньше. Перемещаем. Добавляем его в форму. Ctrl-R. Ctrl-R. Теперь нам нужно из этого сделать небольшую стрелку. Этот вертикс мы можем удалить. Выбираем полностью всю стрелку выбором вертикса и нажатием клавиши L. Выбираем здесь Pivot Point 3D Cursor. Дублируем. Shift-D. Rotate по Z 90. Shift-D. Rotate по Z 90. Shift-D. Rotate по Z 90. У нас получилась очень хорошая форма. Мы это назовем Grab Shape. Давайте сразу его дублируем, потому что данную форму я собираюсь применять к двум костям. Shift-D. И вторую форму мы назовем Grab Camera Shape. Дублируем еще раз. И создадим TrackToShape. Как мы его редактируем, чтобы она чуток отличалась от двух остальных? Выделим стрелку. Нажимаем Scale X минус единица. Но у нас результат чуток не оправдал наши ожидания, потому что здесь стоит у нас 3D курсор. Мы выбираем Individual Origins. Scale по X минус 1. В принципе мы можем вот эти стрелки поудалять. X вертиклс. Выбрав эту стрелку. Shift-D. Rotate по Z 90. Только надо выбрать опять же здесь 3D курсор. Rotate по Z. Так, получилась вот такая вот у нас форма. Этот кружок мы можем либо увеличить, либо уменьшить. Но я его хочу сейчас уменьшить. Есть. Эту форму называем TrackToShape. Переходим к нашим костям, оставив этот слой видимым, потому что мы сейчас будем его чуток редактировать. Выбираем кости. Выбираем нужную нам кость. Переходим в Bone. Display. Custom Shape. Здесь мы выбираем Grab Shape. И выбираем Warframe. Как мы видим, у нас все отлично отображается. Только уж очень оно большое. Поэтому мы сейчас будем чуток уменьшать. А. Scale. Так, ну я думаю этого будет достаточно. Выбираем следующую кость. А здесь мы еще должны поставить Master Bone. Выбираем следующую. Здесь мы выбираем Grab Camera Shape. Warframe. А. Rotate по Ху 90. И чуток уменьшим. Так, у нас все. Привязка к курсору идет. Нам надо Individual Origin Scale. Уменьшаем. Смотрим. Чуток приближаем к камере. Отлично. Выбираем следующую кость. Здесь тоже мы ставим Camera Bone. Выбираем следующую кость. Здесь Track to Shape. Warframe. Track to Bone. Тоже редактируем. Tab. А. Rotate по Ху 90. Тоже чуток уменьшим. Scale. Есть. Выходим из Edit Mode. Переходим на слой, где у нас остались только кости. Все. Наш риг, в принципе, готов. Теперь смотрим, как он действует. Выбираем эту кость. У нас все перемещается. Выбираем эту кость. У нас камера следует за этой костью. Выбираем эту кость. Двигаем ее. Камера всегда направлена на другую кость. Но самый здесь прекрасный момент, то что эту кость можно выбирать в режиме камеры и передвигать так, как нам нужно. Это один из плюсов этого метода. Конечно, есть Shift-F, где можно камеру тоже передвигать, как нам угодно. Но этот способ, честно, мне как-то не сильно нравится. Так, теперь давайте посмотрим, как это будет взаимодействие с кубом. То есть, вот, мы следим за кубом, как мы только хотим. При анимации. Раньше надо было анимировать только камеру. Сейчас надо выделять все кости, либо определенные кости, которые вы передвигали, и для них ставить ключи методом нажатия клавиши I, Location, Rotation, либо Location, Rotation, Scale, то есть выбирать нужный вам показатель. Либо, естественно, с зажатием клавиши Auto, OK. То есть, вот этот маленький красный кружочек. Все, в принципе, rig мы закончили. Еще один момент, что это все вы можете... С этого всего вы можете сделать одну группу. Ctrl-G. Назвать эту группу как-то. Камера. Rig. Групп. К примеру. И в итоге вы просто в каждом своем проекте просто будете линковать эту группу. И у вас будет готовый rig камеры, которую вам не придется каждый раз сделать. То есть, вы сможете ним управлять, как хотите. Сделать какие угодно свои пользовательские фигуры. Это очень удобный способ. Я ним пользовался при создании вращения моего сайта. И там нажатие клавиш на подписаться и все остальное. Да и во всех остальных тоже применяю этот способ. Во всех остальных своих анимациях. Его я не скажу, что это я придумал. Потому что я его подсмотрел в свое время на каком-то из канала YouTube. К сожалению, этот канал я не помню, как он называется. Я просто его оптимизировал для вас. И сделал как бы более понятным вам языком. Объяснил его. Так. На этом я буду заканчивать этот бонусный урок. Сказать хочу еще раз подписчикам спасибо. Будьте всегда на связи с моим каналом и со мной. Я всегда готов вам помочь, объяснить, рассказать и записать новые уроки. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok